Что Иисус сделал в твоем жизни за этот тиждень? Бог настолько великий, братья, я вам скажу. Я расскажу свидетельство. Мой дом остался в Донецке, под руинами, разбомбленный. И мы 6 лет живем в Житомире. И вот на этой неделе мы дали задаток и приобрели жилье. Несмотря на то, что почти год я не работал по физическим своем состоянии. Бог великий, Он делает чудеса. Если вам ничего сказать про Иисуса, вы не сможете заниматься благовестем. Тоже, нужно научиться видеть, как Иисус что-то сделает. Слушаем обратно. После того, как мы приехали домой, взяли литературу, загробное життя, книжечки. Вы знаете, я думал, что надо мужчин мира и приобретать все. А получилось наоборот немножко. Я помогаю, смотрю, сумки несутся домой. Я на первом этаже живу, мне не проблема, если зайти. Но я понимаю, что женщины, возраст уже такой. В основном женщины же сходят, скупятся по магазинам. Ну, помогу одной женщине на пятый этаж, на третий этаж. Спасибо, спасибо. Ну, и начинаю, говорю, вы знаете, у меня есть такая интересная книжечка. Хотел бы, чтобы вы почитали. Господи, о Боге. У нас там две есть такие учительницы, истории. Ну, давай я возьму, почитаю. Так это хорошо. Интересно бы глянуть. И вы знаете, на следующий день, она говорит, знаешь, я была поражена, когда почитал, как существует в космосе, микрокосмосе, все эти вещи. Я вроде бы все и знаю, историю, там, это. А вот раньше, говорит, я сколько не пробовал Библию читать. Ну, ничего не получается. Ну, я ей посоветовал. И начинай не сразу, говорю, что Бог сотворил на первый день. Начинай с Нового Завета. И вот мы сейчас с ней общаемся, слава Богу, и интерес появляется. Я говорю, может быть, давайте как-то в следующее воскресенье приедем в церковь. Она говорит, да, я, говорит, уже бывал. Я была в пятидесятниках, я была в православных. Ну, нигде ничего, как бы. Ну, я говорю, хорошо, если не против, говорю, в следующее воскресенье, будем ехать. Я говорю, вас могу взять на это. Она говорит, не против, да. А вот, говорю, как ваш муж там это? Вы знаете, муж чуть-чуть посчитал, и на этом все закончилось. Я с ним парил, да, Гармиша, а что у тебя? Он говорит, Серега, ну, я это все услышал, все это. Как-то, вы знаете, вот почему-то пока мужчины мира такие упертые немножко. Они, да, больше мужики наши. Ну, вот три женщины, слава Богу, читают, и все, эти оставили. Эта литература они теперь хотят своим родственникам дать, почитать. Ну, мне это было, знаете, тоже. Слава Богу, что-то двигается, что-то делается, да. Так что приятно было. Господь. А что вы дали? Евангелие от Марка? Нет, это книжечка, что-то, вроде жизни. Да, я вам так просто. Вы слышали, что он сказал, Володя, о человеке мира? Почему, что он сказал? За человека мира. Он сказал, иногда их тяжело найти найти. У нас тоже очень большое благословение, в том плане, что мы с друзьями хотели быть самим тот, и было очень много перешкод. Но мы очень благодарны Господу, что для него перешкодий никаких нет. И мы сегодня тут с вами, и будем получать открытие от нашего Господа. Потому что это не случайность для нас, и это очень большая победа в Христе. Спасибо. Спасибо, брата, за ваши сведения. Спасибо, что вы вернулись к Богу, и что вы вернулись к Богу. Мы живем в Дніпропетровской области, Магдалинівка. И это районный центр. И брата, поломалась машина. В церковном аж бус, там, поливанівце рядом село тоже поломанный. То есть весь транспорт поломанный, которым можно добраться до Дніпра, чтобы потом сюда приехать. И вот один неверующий человек, я ему телефоную, говорю, ну, как ты можешь нас подвезти до Дніпра. И, ну, что цікаво, что эта людина сразу погодилась. Я даже с ним все нюансы не обговорив. Він каже, добре, ну, мы 2 часа ночи будем там выезжать, чтобы на потяг. Я ему 8 телефоную, хотел с ним поговорить. Він уже спал, уже человек приготовился нас везти. И Господь так чудным образом подготовил людину на транспорт, чтобы нас привезти сюда. И тоже это благословение. И еще одно благословение для меня, для моей семьи. Кишечный грипп ходит сейчас. И вот моя семья его перенесла, ну, полтора недели тому. И, ну, это так быстро произошло, что за 2 дни все заболели и вифирили. То есть это тоже Господь это благословение для нас. Дякуємо, дякуємо. Можливо, кто-то еще может подняться и поделиться свидетелем про то, что он сделал для Иисуса. Ніхто? Миша, ми давно тебе не чули брати. А там, потім там брат. У нас по вторникам мы регулярно делаем этот выход в поселок Аведиополь. И как-то мы подошли к одному инвалиду. Вот он на таких поручнях ходит. Как бы плохо передвигается, но все-таки ходит. Вот. И мы ему предложили поехать в дом молитвы. Я ему сказал, что я буду в воскресенье ехать на своей машине. У меня бус вот может поместиться вместе с нами. Вот. И он сказал, хорошо. И вот мы ехали в воскресенье, взяли его на служение. Сейчас он регулярно ходит на собрание. Вот. Мы его забираем, возим. Вот. И он еще вот звонил недавно, говорит, я хочу с собой еще одного друга привезти на собрание. Вот. Такое вот. Мы ничего сложного не делали, просто ему сказали, что вот приходи в дом Божий. И потом его просто на машине вот возили на своей вот. Окей. Это очень интересное. Это очень интересное. Хочете сказать Аллилуйя? Да, аллилуйя. Он сказал, мы ничего такого загопливого не сделали. Так, молодые люди. Я хочу, чтобы вы в этом месяце что-то сделали. Но вы понимаете что? Вы не сможете делать что-то очень интересное каждый день. Не сможете ты каждого недня что-то такое захопливое делать. Но вы можете сделать что-то. Но вы можете сделать что-то. И вы видите, что происходит? Сила Духа Святого пришла на него. Они взяли этого человека, повезли в церковь. И сила Духа Святого это перейшла на другого человека. И теперь этот инвалид хочет друг друга взяти. Смотрите. Где это пришло? Звідки это взялося? Цей инвалид забыл, как звать тебя? И цей инвалид каже, Господи, пошли мені Михайле. Нет, он так не молился. Он никогда не приходил. Он вообще не думал, чтобы в церковь поехать. А сила в верующем. Не верующий. Не верить. Сила в верующем. Он поверил. Он поверил, сила в микроавтобус, поехал в село. Он сказал, Боже, это человек? Бог говорит, да, поговори с ним. Он говорил с этим человеком. Он говорит, да, я хочу поехать в церковь. Володя, Бог уже приготував цього инваліда. Бог уже готував цього человека. Цей человек хотів поехати в церковь. Он не бунтував. А потом, когда он съездил в церковь, ты знаешь, быть в доме Божьем каждого тижня, это фантастично. Авраам. О, окей, окей. И еще, когда он был в церкви, у нас было хлебопреломление. И вот Платон с ним перед служением общался. Говорит, что в чаше могут участвовать те, которые приняли святое водное крещение. И те примирились с Богом. И вот после служения он понял, что он в чаше не может участвовать. И на следующий день он мне звонит. Говорит, Миша, а что я должен сделать, чтобы участвовать в чаше? Говорю, нужно покаяться, принять водное крещение. Говорит, а когда я это могу сделать? Говорит, окей. Дякуємо. Вы слышали, что Миша сказал? Тебе нужно покаяться, прийти до Христа. И что человек сказал? О, это ж так тяжело. О, мне же нужно подумать. Ну, хай, может, там, наступного месяца, или что? Да нет. Человек сразу говорит, это лишь я хочу. Я хочу это сделать. Я хочу сейчас. Я готов. Я готов. Вы понимаете? Дима, человек миру. Вы понимаете идею? Человек миру. Бог его уже приготовил. И потом, что делает человек миру? Приводить друга. Приводить друга. Субтитры сделал DimaTorzok